Жители Челябинской области защитят от хакеров. До конца года будет создано типовое рабочее место госслужащего, полностью независимое от импортных продуктов. А затем в министерствах и ведомствах, где имеются персональные данные южноуральцев и хранится гостайна, установят отечественное программное обеспечение. Примеры работы таких программ уже есть, и они помогут избежать негативных последствий от кибератак, считают эксперты. Всего на информационную безопасность региона правительство направит 55 миллионов рублей. Такое заявление сделал губернатор Борис Дубровский. Он открыл всероссийский IT-форум в Челябинске. Дарья Шведова с подробностями. Эта программа может распознавать лица даже в кромешной тьме на расстоянии 7 метров. Разработка ученых Челгу, точнее, дешевле аналогов. Пока в продаже ее не найти. Идет тестирование системы. В дальнейшем оборудование можно применять в аэропортах, ловить воришек и террористов, или использовать для поиска людей роботами. Ну вот, допустим, тоже есть какой-то периметр. Не знаю, там произошла какая-то чрезвычайная ситуация. Надо человека идентифицировать. То есть для этого должен как-то робот вначале добраться, понять, где он находится. Ну и потом уже, собственно говоря, после этого к этому месту направить уже какое-то транспортное средство людей. В своей разработке ученые презентуют губернатору Борис Дубровский и сегодня открывают Всероссийский информационный форум. В течение трех дней эксперты будут обсуждать инновации в IT-сфере. Вот, к примеру, системные блоки для компьютера. Они созданы из отечественного железа. Пример импортозамещения. Перевести на отечественные программы планируют компьютеры всех ведомств региона. И очень скоро начнутся службы соцзащиты, чтобы надежно защитить от вирусов персональные данные южноуральцев. Для управления соцзащитой населения в регионе приобретается свыше тысячи компьютеров предустановленной отечественной сертифицированной операционной системой Астролинус. Это один из крупнейших региональных проектов импортозамещения. Отмечу, что это позволит предизбежать негативных последствий различного рода компьютерных атак, в том числе недавний, с использованием вируса Вонокрай. Вирус Вонокрипт народе прозвали Вонокрай. Программа «Вымогатель» парализовала личные компьютеры и электронные системы организации в более чем 150 странах. Вирус шифровал данные и предлагал снять блокировку за деньги. Атаки подверглись компьютера с операционной системой Windows. Эту тему тоже обсуждают на форуме. На самом деле он не представляет какой-то большой серьезной угрозы. Он один из множества шифровальщиков, которые ходят сейчас по интернету. Просто он лишний раз подсветил проблему, что несоблюдение цифровой гигиены приводит к достаточно печальным последствиям, к потере как минимум данных, а может быть и потере денег. Говорят и о госуслугах. Челябинская область занимает шестое место в России по их доступности. Больше 55% жителей региона подают документы в электронном виде. На портале зарегистрированы более миллиона южноуральцев. Самые популярные услуги – запись ко врачу, оплата налогов, подача заявлений в пенсионный фонд. Однако, несмотря на популярность таких функций, люди привыкли совмещать интернет и личные приемы. Сначала они собирают всю информацию об услуге, которая им нужна, время, место, кому обращаться, какие нужны документы. Иной раз нам на фокус-группах говорят, что так подготовимся, что чиновника знаем, что нужно делать. А потом уже в зависимости от ситуации или пользуются порталом, или идут лично. Борис Зубровский поручает также проработать концепцию защиты детей от информации из сети интернета. Она будет составлена на основе мнений экспертов форума. Всего на развитие информационных технологий Челябинская область направит 55 миллионов рублей. Программа рассчитана до 2018 года. Безопасность, вы знаете, она всегда делала дорогое. И эти деньги будут потрачены на покупку антивирусных программ, на обеспечение закрытой части интернета, безопасной, называемой ВИП-нет. Вот, наверное, основные статьи о расходах. Безусловно, часть денег будет потрачена на обучение наших сотрудников. По развитию информационных технологий наш регион в передовиках. В Челябинской области лучшие кадры. Есть инфраструктура, подчеркивают специалисты Минэкономсвязи. Айти-резидентами могут стать и представители других регионов. В этом году для IT-компаний на Южном Урале ввели льготы. Отменен налог на имущество, снижены ставки 6 до 3%. Этот опыт в Министерстве связи страны назвали примером для всех. В России аналогичное налоговое законодательство сейчас есть лишь у четырех регионов. Опыт Челябинска планируют распространить на всю страну. Форум продлится три дня. Все предложения экспертов внесут в резолюцию. Ее представит премьер-министру Дмитрию Медведеву. Дарья Шведова, Леонид Новожилов, ОТВ.